Мама – главный человек в жизни каждого из нас. Изображение матери занимает важное место в народном творчестве. Чаще всего ее показывали в виде берегини. Также куклы в образе матери служили для игр, чтобы девочки с раннего возраста готовились к этой роли. Очень интересные народные игрушки в образе матери. Их называют вот такие куколки-ведучки. У них мама, а ребенок чаще всего каким-либо образом прикреплен к матери. Вот эта куколка, она архангельская, из Архангельца к нам приехала, прикреплена при помощи веревочки. Есть куколки, которые сделаны с цельной рукой. И малыш прикрепен к матери и символизирует как бы неразрывную связь матери и ребенка. Кукол мастерили из подручных материалов – лоскутков, соломы, береста и глины. В коллекции музея есть традиционная филимоновская игрушка – глиняная расписная свистулька в виде мамы с младенцем на руках. Интересные игрушки из дерева. Например, эта берегиня – матушка, привезенная из Архангельска, сделана по образцам древних форм, которые часто находили при раскопках. Неискушенному посетителю будет трудно сразу понять, что перед ним именно замужняя женщина – мать. Но специалист отличит без труда. А у нее на юбке и на груди идут кресты. Потому что женщина, которая молодая, то есть еще не является матерью, как правило, в ровных одеждах, не украшена. Также в экспозиции музея есть куколки, которые мамы сами мастерили, еще будучи в положении. Это так называемые куклы-пеленашки. Ее вкладывали в лельку, чтобы она скрывала место и не пускала туда злых духов. Это был своеобразный оберег для малыша. Когда ребенок подрастал, ему над кроваткой вешали куколки-куватки. Когда, скажем, девочка уже подрастала, то ей нужны были куколки-помощницы. Одна из куколок-помощниц – это вот такая вот куколка, которую звали помощница-крупиничка. Величиной ее делали с горшок, а помогала эта куколка учить дочку готовить кушать. Сшила ее мама с такими словами. По ножке насыпаешь к купиничке, по шейку водичке, по головку кашки. Научиться делать народные куколки можно на мастер-классах в Музее народной игрушки. Они проходят с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм по предварительной записи. Телефон 664-94. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.